Добрый вечер, в эфире Баку-ТВ новости, в студии Сара Гамзаева. В начале коротко о главном. В Минобороны Азербайджана проанализирована оперативная обстановка на Азербайджано-армянской границе. Закир Гасанов поручил оказать техническую поддержку покидающим Карабах российским миротворцем. Пограничники Армении и Азербайджана взаимодействуют друг с другом, будут в состоянии обеспечивать ее охрану. Никол Пашинян прокомментировал итоги заседания комиссии по делимитации госграницы. В СМИ Армении и ряда зарубежных стран распространена ложная информация об Азербайджане. Агентство развития медиа обратилось к журналистам. К чему призывает ведомство? Сегодня в выпуске. В Минобороны Азербайджана проанализировали оперативную обстановку на Азербайджан-армянской границе. Министр обороны дал указания соответствующим лицам по эффективному осуществлению процесса делимитации границы, а также поручил оказать необходимую техническую поддержку покидающим Карабах российским миротворцам. 20 апреля в штабе сухопутных войск состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова. В совещании приняли участие заместитель министра обороны, командующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев. Начальники управления и служб сухопутных войск, командиры частей и соединений сообщили в пресс-службе Минобороны страны. Министр довел до внимания участников совещания задачи, поставленные президентом Ильхамом Алиевым, перед азербайджанской армией. На совещании были проанализированы текущая оперативная обстановка на Азербайджан-Армянской условной границе, меры по боевой подготовке воинских частей и состоянии воинской дисциплины. Министр дал соответствующие указания по совершенствованию служебно-боевой деятельности воинских частей, повышению бдительности, а также постоянной подготовке к точному и своевременному выполнению боевых задач. Была подчеркнута важность уделения особого внимания материально-техническому и инженерному обеспечению подразделений, несущих боевое дежурство в труднопроходимой высокогорной местности, в том числе повышению морально-психологической готовности личного состава. Закир Гасанов дал конкретные указания соответствующим лицам по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и принятию необходимых мер во взаимодействии с другими государственными структурами в целях обеспечения безопасности. Министр обороны дал соответствующие указания по оказанию необходимой технической поддержки и перевозки личного состава, боеприпасов и боевой техники российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана, который в настоящее время покидает страну. Госсекретарь США Энтони Блинкин приветствует освобождение четырех сел Газахского района Азербайджана. В публикации на странице главы Госдепа в соцсети Икс отмечается, что Армения и Азербайджан согласовали Алматинскую декларацию 1991 года в качестве основы для делимитации границы между двумя странами. Это важный шаг на пути к заключению прочного и достойного мирного соглашения, подчеркнул госсекретарь США. Пограничники Армении и Азербайджана, взаимодействуя друг с другом, будут в состоянии обеспечивать ее охрану. Армянский премьер Никол Пашинян заявил об этом, комментируя итоги заседания комиссии по делимитации границы. Он также выразил удовлетворение тем, что Баку и Ереван впервые решили вопрос за столом переговоров. Российские войска покинут свои посты в Товус-Галинской области. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Российские пограничники появились там в одной ситуации, сейчас же она существенно изменилась. И это должно отразиться на всех направлениях. Это значит, что у нас граница, а не передовая. А граница – символ мира, что означает, пограничники Армении и Азербайджана взаимодействуют друг с другом, будут в состоянии обеспечивать ее охрану, подчеркнул премьер. При этом на вопрос, означает ли его заявление вывод пограничников, Пашинян ответил утвердительно. Как напоминает агентство, российские пограничники были размещены в районе в августе 2021 года. До этого Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан в рамках договоренности по первому этапу делимитации впервые решили вопрос за столом переговоров. Отвечая на вопросы, премьер также отметил, что не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным, однако затрудняется назвать конкретные даты. Встреча будет потому, что у нас нет планов не встречаться. Но когда, конкретно как, не могу сейчас сказать, заявил Пашинян. Пашинян также прокомментировал договоренности по первому этапу делимитации. «Я бы не хотел, чтобы мы переоценивали то, что произошло. Но я также не хотел бы, чтобы мы недооценивали». Впервые Армения и Азербайджан решили вопрос за столом переговоров. Напомним, что 19 апреля Азербайджан и Армения условились до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссии по делимитации. Соглашение, достигнутое между комиссиями по вопросам делимитации государственной границы Азербайджана и Армении, является важным вкладом в мирный процесс. Об этом говорится в сообщениями Турции. Отмечается, что официально Анкара положительно оценивает результаты соглашения, в том числе возвращение Азербайджану четырех сел. Также было подчеркнуто, что Турция приветствует продолжение переговоров между Баку и Ереваном. О достигнутом соглашении написал также МИД Германии в соцсети Икс. В публикации подчеркивается, что соглашение между Азербайджаном и Арменией по демаркации границы по Алматинской декларации 1991 года устраняет основное препятствие на пути к мирному договору. Также отмечается, что Германия готова оказать любую поддержку в вопросе достижения устойчивого мира. Коментюры соглашения достигнуты накануне между комиссиями по вопросам делимитации государственной границы Азербайджана и Армении. Историк Резван Гусейнов заявил, что Баку и Ереван могут договариваться и без посредников. Он расценил договоренность между Азербайджаном и Арменией по делимитации с исторической точки зрения. Мудрость Гейдара Алиева позволила увидеть на многие десятки лет вперед, понять, что это бессмысленная на тот момент война, спровоцированная ведущими политическими державами с целью взять под контроль Азербайджан и его ресурсы. И на тот момент было хоть и тяжелым, но мудрым решением остановить войну в 1994-1995 годах. И после этого начался период экономического развития восстановления Азербайджана. Именно тогда в тех экономических, транзитных, энергетических проектах была заложена основа той победы, которую мы получили в наши дни. Затем происходили реформы армии, военные кадровые реформы, перевооружение азербайджанской армии. И, естественно, все это наследие бережно сохранил и развил затем президент Ильхам Алиев. В его период те основы, которые были заложены Гейдаром Алиевым, получили свое логическое развитие. В первую очередь на новом этапе руководство Азербайджана сосредоточилось на военном строительстве, создании военно-промышленного комплекса Азербайджана, перевооружении армии, кадровой политики. То есть были заложены основы военной политики, которая затем в 2020 году по итогам 44-дневной войны привела к той победе, которая полностью изменила геополитическую ситуацию в нашем регионе и повлияла на геополитическую ситуацию в соседних с нами регионах. И, пожалуй, мало кто понимал, что эта победа только начало, что, к сожалению, часть ведущих держав, которые на словах поддерживают международное право, на самом деле будут оказывать давление, прессинг на Азербайджан с целью, чтобы Азербайджан пошел на уступки разгромленному агрессору Армении. Мы видим, что делает Франция, что делает США, Иран, другие страны, которые явно или подспудно помогают, поддерживают бывшего уже разгромленного агрессора Армению. И никто-то другой, а именно Азербайджан, предложил мир Армении, мирную повестку, хотя это вроде бы должны были сделать так называемые страны-сопредседатели или ведущие державы мира, Но мирная повестка и мирный документ был предложен со стороны Азербайджана, победителя. И мы видим, с какими трудностями сталкивается Азербайджан, да и та же самая Армения. Какие трудности нам противопоставляют ведущие державы мира, которые хотят взять под контроль мирный процесс, переговоры и даже не прочь создать новый очаг конфликта между Арменией и Азербайджаном. Но, пожалуй, еще одной победой является, что Азербайджану удалось вместе с Арменией достичь еще одного прогресса. Речь идет о возвращении четырех приграничных сел из восьми. Мы знаем, четыре из них анклавные, а четыре приграничные в казахском районе. Еще три тоже в казахском районе анклавные и одно в Нахчеванском направлении села Керки, тоже анклавные. Из этих восьми сел удалось четыре без кровопролития, за столом переговоров договориться о том, что Армения вернет эти азербайджанские села, оккупированные в период первой года независимости Азербайджана и Армении. Я считаю, это огромное достижение. Это показывает то, что Азербайджан и Армения могут договариваться без посредников. И что надо отметить, могут договариваться на фоне того, что так называемые посредники или те, кто хотят быть посредниками, чинят немыслимые проблемы для того, чтобы сорвать мирный переговорный процесс. Но, несмотря на это, стоит констатировать, что и Баку, и Ереван смогли доказать, что могут поддерживать и иметь совместные итоги вот этой мирной повестки, которая, мы надеемся, в итоге приведет к полноценному подписанию мирного договора между нашими странами. Продолжение следует... Швеция полностью привержена этой цели, говорится в публикации главы МИД Швеции. Одно из сел, которое по соглашению комиссии по делимитации возвращается Азербайджану, к Зылгаджиле Газахского района. Сегодня впервые за 32 года в нем побывал азербайджанский журналист, наш коллега, военный журналист Баку-ТВФ Ардин Исазаде. Что он увидел в ранее оккупированном армянами селе в следующем материале. Съемочная группа Баку-ТВ находится в селе Газылгаджилы Газахского района, которое было оккупировано ровно 32 года тому назад. А точнее 11 мая 1992 года Азербайджан и Армения пришли к соглашению о уточнении границ в направлении четырех сел, что приведет к возвращению этих сел в лоно Азербайджана, то есть к своим истинным хозяевам. Как мы видим на кадрах, это село, как и бывшие оккупированные территории, населенные пункты Азербайджана, тоже было разрушено до последнего камня. Мы здесь можем видеть дома и их реальное состояние на сегодняшний день. И на этой территории открывается очень хороший вид на гору Гоязан, что нам еще раз подтверждает административную принадлежность этой территории Газахскому району, который, кстати, находится очень далеко от территории Карабаха, на которую претендовала армянская хунта. Здесь, на этой территории, мы также можем увидеть боевую машину пехоты. И согласно вот этим буквам, нарисованным здесь, на этой машине, АО, что означает Азербайджан Ордусу, в переводе на русский язык Азербайджанская армия. Это БМП принадлежало азербайджанским войскам. И что самое примечательное, здесь мы можем увидеть надписи на этой технике, скорее всего, воевавших на этой территории тогда ребят. Мы видим из Физулинского района, например, из Закатальского района, из Ахджабаде, села Кюртляр. Мы видим даже фамилию, имя и военнослужащего, выцарапанное на этой технике, Ширинов Айден. И многих других. Стоит отметить, что это село и три других села, наряду с Газалхаджилой, это Хейремли, это Ашага Аськипарай, это Баганис Айрем, который находится немного в отдалении отсюда. Эти села тоже были возвращены в лоно Азербайджана, так же, как и Лачинский район, Кельбаджарский район, Агдамский район, без единого выстрела, без каких-либо кровопролитных боев. Уважаемые телезрители Баку-ТВ, мы неоднократно после 2020 года говорили о том, что все территории, которые находятся под оккупацией незаконных вооруженных формирований и вооруженных сил Армении, будут возвращены к своим хозяевам. Территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Суверенитет Азербайджана, юрисдикция Азербайджана будет над всей ее территорией, международной признанной территорией. И, как мы видим, как показала история, наши прогнозы оправдали себя и в 2020 году, и в последующие годы, во время, скажем, антитеррористических мер, или до этого, во время освобождения города Лачин, села Сел Забух Иисус в Лачинском районе и полного восстановления линии условной границы в Лачинском направлении. И вот эти четыре села также являются подтверждением того, что, еще раз повторимся, Азербайджан восстановит свою юрисдикцию над всеми своими территориями, включая англабы. Продолжаем выпуск. На международной конференции в столице Греции был поднят вопрос о разрушенных Армении азербайджанских кладбищах. На мероприятии, организованном Ассоциацией известных кладбищ Европы, Греческим университетом Харакопия и Йоркским университетом Великобритании, говорилось о том, что за 30 лет оккупации азербайджанских земель Армении в Карабахе и восточном Зангизуре было разрушено более 600 кладбищ. На Кельбаджарском кладбище Ахдабан разрушены могилы Ашуга Гурбана Ахдабанлы и Ашуга Шамшира, представители ашукского искусства, внесенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Также было отмечено, что по состоянию на март 2024 года в Карабахе обнаружено 16 массовых захоронений, последнее из них найдено в феврале этого года в городе Ходжалы, что является доказательством военных преступлений армян. В СМИ Армении и ряда зарубежных стран распространена ложная информация об Азербайджане. Агентство развития медиа обратилось к журналистам и призвало не использовать информацию из неизвестных источников. Агентство развития медиа Азербайджанской республики обратилось к журналистам. В заявлении сообщается, что на медиаресурсах Армении, таких как News.am и Step1.am, а также ряда других зарубежных стран распространяется информация об использовании территории Азербайджана в военных целях против третьего государства, в то время как источник информации неизвестен, а сам факт далек от реальности. В результате проверки, проведенной агентством по развитию СМИ, было установлено, что рассматриваемая информация носит ложный характер и является составной частью системных дезинформационных атак против Азербайджана. В обращении Агентство развития медиа Азербайджана заявило, что тиражирование ложной информации, неточных отзывов, противоречащих профессиональным и международным этическим ценностям СМИ, агентство расценивает как очередную неудачную попытку затмить международную репутацию Азербайджана. Представителям СМИ настоятельно рекомендовали не использовать неточную информацию из неизвестных источников и проявлять принципиальность против любых проявлений дезинформационных атак, направленных на Азербайджан. Это были все новости на сегодня. Вы можете обратиться на нашу горячую линию по темам, которые вас интересуют и волнуют, а также пишите нам на наши аккаунты в соцзетях. Следите за нами в Европе и Азии через спутник Азербайджан, выбирая частоты, которые вы видите на экране. Также смотрите нас на кабельном 10-м канале Настелеком, Бактелеком, в 18-м канале Ситинет, кабельном 2-м канале НаконекТВ, в 12-м аналоговом и 22-м цифровом каналах КТВ, на Айля ТВ, по АйПи на 8-м канале, в цифровом 17-м и аналоговом 31-м каналах. Также Баку ТВ смотрите на 40-м канале АТВ+. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова